Друзья, приветствую вас на нашем канале. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под роликом, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Благодарю. А мы начинаем. Ого поворота. Кажется, никто не ожидал. У умершего 14 ноября знаменитого актера театра и кино Армена Джигарханяна могут, вероятно, вскоре появится иные наследники первой очереди, помимо его жены Татьяны Власовой и пасынка Степана Джигарханяна. С таким сенсационным заявлением выступила актриса и певица Алена Кравец. У нас на Рублевке есть элитный центр планирования семьи, высказалась светская львица. Так вот, судачат, что Армен Джигарханян якобы приезжал туда и замораживал свои сперматозоиды. В самой клинике это не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну. Но слухи такие ходят. Замораживание спермы – популярная у звезд сегодня услуга. В жидком азоте при температуре минус 196 градусов, когда останавливаются все биохимические процессы, законсервированные сперматозоиды могут храниться практически неограниченное время. Год хранения генетического материала стоят примерно 12 тысяч рублей. Благодаря этой современной методике родителями можно стать практически в любом возрасте. «Я хочу поговорить с бывшей женой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской», – продолжила Алена. «Может, она что-то знает про это. Если же все эти сплетни окажутся правдой, то я хотела бы заручиться согласиями моего мужа, получить эти сперматозоиды и забеременеть с их помощью и родить. Это же прекрасный генетический материал. Дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости». К тому же, дочь давно просила меня о братике или сестренке. «Думаю, что если я смогу забеременеть и у меня родится мальчик, назову его Арменом, а девочку – Леночкой» в память об умершей дочери уважаемого и любимого мною Армена Борисовича. Напомним, единственная до сих пор дочь актера работала в театре имени Маяковского. Накануне наступления 1988 года они с отцом должны были играть в одном спектакле. Но после репетиции 30 декабря тела 23-летней наследницы и ее молодого человека нашли в гараже. Оба погибли от отравления угарным газом в стоявшем с работающим двигателем автомобилем. Светлая вечная память великому таланту. наступление пара